Китай и Индия сложились в треугольник Китай и Индия сложились в треугольник Сближение Пекина и Дели играет на руку Москве 2. Газета «Коммерсант» номер 187 от 14 октября 2019 года, СТР 6. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с неформальным визитом Индию По итогам визита премьер Индии Нарин Драмади объявил о начале новой эры в отношениях двух стран имеющих давний территориальный спор Сближение Пекина и Дели кардинально меняет ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе открывая новые возможности и для российской дипломатии По мнению опрошенных твердый знак дипломатов и экспертов теперь Москве не придется постоянно делать непрострой выбор между двумя стратегическими партнерами а треугольник Москва-Пекин-Дели станет одним из определяющих факторов мировой политики Главным событием завершившегося вчера азиатского турния председателя КНР Си Цзиньпина в программу которого были включены визиты в Индию и Непал стали переговоры с премьер-министром Индии Нарин Дрой Мади проходившие на юге страны в ее самом крупном и промышленно развитом штате Тамилнат Визитной карточкой штата считается городок Махабалипурам на побережье Индийского океана Древний порт, по данным ряда исследователей, еще в первом тысячелетии до нашей эры поддерживавшие торговые связи с Китаем В Махабалипураме находится уникальный хромовый комплекс внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО В роли экскурсовода для китайского гостя, посетившего Индию впервые выступил лично премьер-министр Мади одевшийся в традиционную ужно-индийскую одежду виште Отношения Дилии и Пекина имеющих неурегулированный территориальный спор после войны 1962 года в ходе которой Китай оккупировал часть индийской территории на протяжении десятилетий оставались напряженными Так, летом 2017 года в регионе опасались нового вооруженного противостояния между Индией и Китаем после того как на территории оспариваемого сторонами плато Доклам китайские строители стали прокладывать дорогу несмотря на протесты со стороны Бутана Имеющая союзнические отношения с Бутаном Индия ввела на территорию королевства свои войска а Пекин в ответ усилил военную группировку на плато Потребовалось 2,5 месяца, чтобы договориться об отводе войск и завершить войну нервов Первая серьезная попытка нормализации отношений была предпринята в апреле прошлого года когда в китайском городе Ухани по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина прошла его первая неформальная встреча с Нарендрой Мади Однако потом возникла угроза нового отката В феврале этого года Пекин заблокировал в Совете Безопасности ООН предложение США Франции и Британии включит в список международных террористов злейшего врага Индии лидера исламистской группировки Джаиши Мухаммад Масюд Асхара укрывающегося на территории Пакистана Позднее Пекин снял свои возражения И наконец, в августе этого года, после решения индийского правительства изменить статус приграничного с Пакистаном штата Джаму и Кашмир Китай обвинил Индию в дестабилизации региона поддержав своего давнего союзника Исламабад Как пакистанский премьер нашел успокоение в Пекине накануне встречи лидеров двух стран индийская оппозиция призвала премьера Мади продемонстрировать жесткость Пусть наш уважаемый лидер Нарин Драмади покажет господину Си который поддерживает Пакистан, свою широкую грудь написал В. Твиттер Один из высокопоставленных деятелей оппозиционного индийского национального конгресса Капелсибал Однако принимающая сторона всячески давала понять что председателя Си пригласили на побережье Индийского океана не для выяснения отношений, а для исторического примирения В столице штата Томилна от города Парту Чинай 2000 Школьников устроили флешмоб в честь китайского гостя надев маски с его изображением и выстроившись в виде аэроглифа обозначающего его имя на китайском языке Мы решили, что будем с благоразумием преодолевать наши разногласия и не позволим им перерасти в распри Мы будем по-прежнему деликатно относиться к беспокоящим нас вопросам и наши отношения будут способствовать миру и стабильности в мире заявил по итогам встречи Нарин Драмади назвавший неформальный саммит в Томилнаде началом новой эры в отношениях между Индией и Китаем Мы должны совместно стремиться к тому чтобы развитие китайско-индийских межгосударственных отношений стало еще более устойчивой движущей силой которая придаст еще больше блеск цивилизации Азии вторил ему Си Цзиньпин Второй неформальный саммит премьер-министра Индии Нарин Драмади и председателя КНР Си Цзиньпина стал еще одним примером прочных отношений Индии с ведущими мировыми державами и подтверждением того, что премьер-министр Мади говорит на равных с другими мировыми лидерами что экзамглавы МИД Индии Шаши говорил твердый знак о попытках балансировать между мировыми державами Вторая неформальная встреча лидеров Индии и Китая проходила в условиях, когда давние раздражители в их отношениях такие как пограничный спор и проблема Кашмира утрачивают прежнюю остроту и появляются новые факторы В военном и экономическом плане Индия становится все более сильным государством влияние которого выходит за пределы Индийского океана В связи с этим старые разногласия на суше отходят на второй план на фоне новой необходимости найти возможности для сосуществования в большом морском индо-тихоокеанском пространстве заявил твердый знак руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований и меморан Александр Ломанов По его мнению, нынешнее противостояние США и КНР особенно остро проявляющиеся в торгово-экономической сфере открывает Индии уникальное окно возможностей договориться с Китаем по экономическим проблемам Китайско-американские противоречия толкают Пекин к тому чтобы более внимательно относиться к требованиям Индии по поводу дисбаланса в двусторонней торговле и проникновения китайских компаний на индийские и региональные рынки Китай не заинтересован в том, чтобы обиженная Индия превратилась в союзника США в экономических и военных делах отмечает господин Ломанов Для России это обнадеживающая тенденция потому что теперь Москве не придется делать непростой выбор между ее двумя стратегическими партнерами Китаем и Индией Сглаживание противоречий между двумя частями треугольника Москва Пекин-Дилис делает его более эффективной идееспособной конструкцией хотя в долгосрочной перспективе наметившееся сближение Китая и Индии может привести к снижению роли Москвы резюмирует Александр Ломанов Сергей Стракань